Всем привет! Смотрите как получить доступ к экрану Mac удаленно с iPhone или другого компьютера. Удаленное взаимодействие с Mac очень полезная функция, которая может понадобиться в различных ситуациях. Это может быть помощь другому пользователю в настройках системы или получение доступа к своим файлам, находясь вдали от компьютера. И хотя функция удаленного доступа относительно проста, это многоэтапный процесс, и для каждого случая может использоваться по-разному. Также вы должны понимать о важности безопасности при удаленном доступе. Использование надежного пароля и двухфакторной аутентификации помогут защитить ваши данные и предотвратить несанкционированный доступ. Далее в видео мы рассмотрим несколько способов, как получить доступ к вашему Mac удаленно с iPhone или другого компьютера с помощью устроенных функций системы и сторонних утилит. И первое, что нам нужно сделать, это настроить Mac для удаленного доступа. Для этого воспользуйтесь встроенными функциями «Общий экран» и «Удаленное управление». Если вам просто нужно подключиться к другому Mac, чтобы поделиться своим экраном, воспользуйтесь опцией «Общий доступ к экрану». Для этого способа вам не нужны сторонние утилиты. Mac OS Monterey или более новые версии позволяют это делать с помощью встроенного функционала. Для успешного соединения оба компьютера должны быть подключены к одной сети, иметь версию Mac OS Monterey и выше, а еще должна быть включена функция совместного использования экрана и настроенные соответствующие разрешения. Для активации функции общего экрана откройте настройки «Основные», «Общий доступ», «Общий экран». Чтобы обезопасить Mac от управления экраном неизвестных пользователей, настройте данную опцию. Кликните по кнопке «Ай» возле строки «Общий доступ к экрану». Затем включите «Кто угодно может запросить разрешение на управление экраном». В результате для получения доступа к вашему экрану потребуется ваше подтверждение. Далее включите «Пользователи VNC могут управлять экраном с помощью пароля» и задайте пароль доступа. После настройки можно воспользоваться опцией «Общего экрана». Для этого откройте Finder на другом Mac. В разделе «Сеть» найдите нужный Mac, к которому нужно подключиться. Кликните по нему два раза левой клавишей мыши, а затем «Подключиться как». Введите учетные данные пользователя с разрешением доступа. В результате откроется окно, отображающее экран целевого Mac, к которому вы хотите получить удаленный доступ. После чего вы получите доступ к различным файлам и папкам на удаленном устройстве. Сможете добавлять или удалять файлы или папки, использовать приложение и т.д. Также в меню «Общего доступа» есть опция «Удаленного управления». Для активации опции «Удаленного управления» откройте настройки «Основные», «Общий доступ». Здесь в разделе «Дополнительно» переместите бигнок «Положение включено» напротив «Удаленное управление». И для точной настройки кликните по кнопке с буквой «I». Включите доступ для VNC пользователей и задайте пароль. Для активации дополнительных функций доступа кликните по кнопке «Параметры». Включите нужные и нажмите «Ок». Для управления вашим Mac, к примеру, с iPhone установите с AppStore приложение «RealVNC Viewer» или любое другое подобное. По завершению установки нажмите здесь «Открыть». Дайте разрешение на поиск устройств локальной сети и в последнем окне нажмите «Начать». Далее в окне программы откройте раздел «Бонжур». После на экране вы увидите список устройств Apple, подключенных к локальной сети. Кликните по устройству. Затем нажмите «Connect» и введите пароль учетной записи пользователя, к которому предоставлен удаленный доступ. Или пароль учетной записи вашего Mac. На экране вашего iPhone появится окно входа в систему. Введите логин и пароль своей учетной записи Mac. В результате вы получите доступ к вашему Mac с iPhone. Вам будет доступно полное управление компьютером Apple. Доступ к файлам и папкам, настройкам и т.д. Для удаленного доступа с другого Mac или ПК потребуется другая утилита. К примеру, TeamViewer – Chrome Remote Desktop или Microsoft Remote Desktop. К примеру, TeamViewer позволяет легко подключаться к нашему Mac из любого места удаленно. Для организации удаленного подключения скачайте и установите TeamViewer на обоих устройствах. Далее откройте программу на обеих компьютерах. Найдите на экране ID и пароль на Mac, к которому нужно получить доступ. Введите полученный ID и пароль в окне программы на компьютере, с которого вы хотите подключиться. После вы получите доступ к экрану компьютера и сможете управлять им удаленно. Если вы пользуетесь браузером Google Chrome, для вас есть еще одно простое в использовании решение. Для данного способа вам понадобится только браузер. А это означает, что он кроссплатформенный и работает как на macOS, так и на Windows. С помощью браузера вы можете получить доступ ко всему содержимому удаленной системы. Для начала нужно установить браузер на обоих устройствах. На Mac откройте Chrome. Перейдите в раздел «Удаленный доступ». Далее кликните по значку круглой синей стрелки с надписью «Скачать удаленный рабочий стол Chrome». Установите расширение. Установить. После установки приложения оно появится в ланчпад. Запустите его. Включите удаленное подключение. Укажите имя устройства. Задайте пин-код. Запуск. Настройте разрешение в настройках системы. После чего в этом списке появятся доступные устройства, к которым вы сможете подключиться. Выберите нужные. Введите пин-код. После чего вы получите доступ к экрану этого Mac. Теперь компьютер будет доступен в любое время, когда он включен и запущен. Таким образом вы сможете подключиться к вашему Mac с любого другого компьютера с операционными системами macOS, Windows или Linux, а также iPhone и смартфона с Android. Для подключения с iPhone откройте браузер «Удаленный доступ». Выберите устройство, к которому хотите подключиться и введите пин-код. Как видите, теперь вы сможете управлять своим Mac с iPhone. Запускать приложение. Открывать файлы. Переходить по папкам. Изменить настройки системы и так далее. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, теперь вам известны несколько способов, как получить удаленный доступ к экрану Mac из другого компьютера или iPhone. В зависимости от ситуации вы сможете использовать любой удобный из них. Не забывайте о безопасности, устанавливайте надежные пароли, используйте двуфакторную аутентификацию, чтобы защитить ваши данные и предотвратить несанкционированный доступ к Mac. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok